Привет, друзья! Это Егоров и Медиа-Скандалы. И вот топ-5 историй прошлой недели. Пятое место. На последних минутах финала МКС Виталий Дьяков падает у чужой штрафной, но фола нет. И тут он, конечно же, бежит за судьей, получает красную карточку, орет матом и кидает свою повязку. Ну а дальше происходит такой монолог. Куля, ты стоишь! Че ты стоишь? Я как уебать нахуй! Сука, черт! Я твой рот ебал! И здесь нужны выводы. Фола, конечно, и близко не было. Говорю, как президент Броков. Ну а второе, Виталий сам все скажет. Что хочется сказать о моем эмоциональном срыве в концовке матча? Да, футбол-то эмоции, к сожалению, не всегда положительные. Бывают и такие. Виню там судью? Нет. Виноваты мы сами, мы проиграли. И весь этот эмоциональный всплеск был связан с нашей ужасной игрой, к сожалению, во втором тайме. Первый тайм мы играли очень хорошо, второй тайм мы играли настолько ужасно, что просто, мне кажется, мы даже до чужой штрафной не доходили, не то что до ворот. Я психанул, так делать не надо, так делать неправильно, нехорошо. Двигаемся дальше. Теперь у нас МФЛ. Эти и другие скандалы появляются у меня в телеге. Един спорт, подпишись. Четвертое место. Роман Широков. Спустя два года после нападения на Данте, Роман Широков возвращается в медиафутбол. И сразу же дает гениальное интервью для Неклассика. У вас не самая лучшая репутация в медиафутболе. Вас это как-то смущает. Из чего ты взял? Ну, ситуация с Данте на первом МКС. Ну, и что дальше? Ну, такой вопрос. Не смущает ли я, что все-таки хейт есть к вам? Да, но я что дальше? Ничего. Все? Ну, и последний вопрос, наверное. Все-таки два вопроса разрешили. Ну, да. Вы себя будете сдерживать на футбольном поле? Не будет такого, что вы снова не сдерживаете? Осталось еще выйти. А за что сдерживать? Здесь никто себя не сдерживает. Футбольное поле. Да, но бить суди все равно нельзя. Подожди. То есть гарантий нет, что вы... Гарантий нигде нет. Даже в самом надежном банке. Типичный Широков. Идеальный персонаж для медийного футбола. Когда от него требуют извинений, он включает дерзость. Ты играешь на нас? Игало закрыл свое. За тебя что ли играют? Ты играешь на нас? Ты кто, ёб? Я для тебя вообще не играю. Я человек, который ездит за тобой по всей России. Мне похуй, можешь дома сидеть, ёб, ты понял? Третье место. Козлы Гуди. Козлы Гуди выигрывают голосование и попадают в медиалигу вместо бейсмента. Финалиста прошлого сезона. А потом начинается такое. Брэд Вайс, ничего против футбола не имею. Все детство играл, люблю футбол. И со своими пацанами в коробочке бы в кайф мяч покатал. Но не с кринжовыми долбоебами, которые пытаются проехаться на моем имени, даже меня не предупредив об этом. Всем пис. Оказывается, что всех тех звезд и прочих рэперов, о которых говорил Гуди, на самом деле в команде как будто бы и нет. И даже великий вратарь Джарахов, по-моему, с ростом до метра и шестидесяти сантиметров, заявляет, что это все рофл. И в футбол он вроде бы играть не собирался. Да мне вообще на футбол поебать. Меня вот Гуди просто добавил вратарем в свою хуйню. Но это шутка же все. Я так и никогда туда не выйду. И появляется вопрос. А козлы Гуди вообще существуют? Или лиге была продана пустышка? Футбольный клуб козлы? Не, не слышал. Но я был на пару тренировок, у меня пацаны так чисто потянули мячик попинать. Но они не будут таким составом играть. Какой Джарахов на воротах? Но это слишком звездный состав. По-любому на первый матч приедут одни ноунеймы. Организаторы уверены, что отказ от козлов, различных звезд, это байт от Гуди. И вроде бы даже сам Гуди об этом организаторам говорит. Но вот Бейсман что-то в эту историю не верит. А, ты по поводу как козлов? Да, да. Ну да. То, что мы сейчас видим эту историю, ну блин, любой здравомыслящий человек прекрасно поймет. Во-первых, артисты. Артисты зарабатывают голосом. В такую погоду они не будут приезжать и рисковать своим здоровьем, чтобы просто вот постоять на бровке и покричать. Так может быть, это действительно история миф? Ну ладно, давайте не о мифах, а о лучшей букмекерской компании, вы знаете. Уже стартовал и чуть ли не самый лакомый кусок этого турнира возможность сыграть на стадионе Спартака на открытии арене. До турнира была уверенность, что участниками турнира на открытии арене станут Амкал и Тудроц. Ну это было бы логично. Однако, во-первых, Амкал и Тудроц и так два раза сыграли в августе на МКС и эти матчи уже немного приелись. А во-вторых, Жеребьевка развела клубы по разным группам. И в этот момент появилось подозрение, что на открытии арене сыграют Броуки, вторая по просмотрам команда предыдущей медиалиги и команда, которая сейчас является в какой-то степени антагонистом Амкала. Выиграем Амкал в Амкал, а Броуки на открытии? Почему бы и нет? Хорошая хиша. Все, уходи. Впрочем, об игре на открытии арене задумывался и Фил Кострубов. Он был даже уверен в этом на 90%, тем более он выиграл МКС. Если выиграем финал, это 90% вероятность того, что мы будем играть на открытии арене с Амкалом. Я думаю, это будет крутой матч. Однако, решение было принято другое. Мы уже знаем, что вроде бы должны были играть Амкал и Бе-Беги, потому что это стадион Соболевой и Джики. Но, так как оба этих товарища будут находиться в расположении сборной России на матче с Киргизией, выбор был сделан в пользу команды стендаперов ФК-10. И к этому могли возникнуть вопросы. Ну, во-первых, такой матч получили бы дебютанты. И вот к этому решению вроде бы можно было придраться. Ну, во-первых, самый жирный кусок медиалиги получали бы команды, которые в этой медиалиге в прошлом сезоне не участвовали. Второе, на канале у ФК-10 вообще нет пока что футбольных матчей. Так что, фактически, в медийном плане команда, если говорить об игре в футбол, сразу дебютирует на открытии арены. Не жирно ли? Ну, и в-третьих, а где тут противостояние? Впрочем, наверное, все легко объясняется. Потому что спонсор ФК-10, как и спонсор Бейбеги, это спонсор лиги. Во-вторых, у ФК-10 много хайповых персонажей, которые могут привлечь зрителей. Ну, и в-третьих, их ролики собирают достаточно много. И тратится на них тоже достаточно много. Вот такое вот решение лиги, которое, в принципе, показывает, чего нам ждать дальше. Впрочем, посмотрим, что у них через неделю получится. Ну, и первое место. Это, конечно же, переигровка Кубка России от Амкала. Вы все помните этот момент. Фолс и Псканы. Мяч откатывается на 2-3 метра. Следует удар без свистка. Мяч залетает в ворота. Гол. Судья Игорь Федотов тут же объясняет. Амкал может и должен требовать переигровку. И понимаешь, что игроки команды Амкал, они любители. И, соответственно, защитники не бегут и не встают перед мячом, чтобы не дать быстро вести мяч в игру. Это проблема арбитра, который почему-то, скажем так, спустя рукава отнес к этому эпизоду. А если посмотреть по поводу забитого мяча, и то, что мяч прокатился 2 метра и был введен в игру не с того места, то, в принципе, Амкал, если проиграет, он может подать протест. Протест. Чем отличается протест от жалобы? Жалобы – это жалобы. Не показ или показ там желтой карточки на значение, не значение, 11-метрового удара. Здесь нарушение правил игры, потому что удар был произведен не с того места. И, соответственно, что может быть самое, ну, простое – это переигровка. Еще жестче по поводу судей выступает Антон Чужой. Да и не только Антон Чужой. И тут встает вопрос, а будет ли Герман подавать протест? И в итоге, да, он заявляет о том, что этот протест он подает. Подали протест? Ну, Гера, судя по всему, да, сказал, что уведомил судейский корпус, что будет подаваться протест по поводу первого пропущенного на мяча. Россия тут на переигровку? Ну, очевидно, что да, стремление такое. Что ж, протест получается подан, и Амкал хочет еще поиграть в Кубки России, несмотря на жесткий график в МФЛ. Однако, по моим данным, протест удовлетворен не будет, и переигровки не случится. Как мне объяснили в разных инстанциях, в том числе в судейских, это обычный эпизод для футбола, и расстояние в 2 метра, на который откатился мяч, по данной классификации не критично. Так что Амкал мог выиграть серии пенальти, но сейчас история в Кубке России, как минимум на год, закончена. Вы сам веришь, что у вас можно переигровкой? Я верю. Посмотрим, как... Некид же верит, что он в РПО будет играть. И вот я верю, что переигровка будет. Закончен и наш топ-5 скандалов. Увидимся, я думаю, совсем скоро. Два-три раза в неделю буду выпускать эти медиаскандалы. Тем более, поводов, возможно, будет много. Хотя первый тур медиалиги пока их не дает. Но что же остается делать? Кто-нибудь, да что-нибудь всегда натворит. Это был Егоров. Следите за дайджестами. Пока.